Как бы ни проверяли обслуживание частных транспортных компаний, но ВОЗ и ныне там. Из бюджета на установку навигатора было выделено 30 миллионов тенге. Однако спецоборудование, установленное на 426 автобусах, не оправдало возложенных на него надежд. Теперь, установив GPS на оставшихся 800 автобусах, решено подкорректировать программу так, чтобы польза от приборов была более ощутимой. Так, городской Акимат намерен навести порядок с общественным транспортом. С непочинившимися транспортными компаниями договоры будут расторгнуты. Теперь никого не будем упрашивать. Жёсткий контроль будет. Транспортные компании, занимающиеся перевозкой пассажиров, должны выполнять все требования согласно договора. Желающих инвесторов предостаточно. Опоздания или невыходов на маршруты быть не должно. Это требование касается всех транспортных компаний. Диспетчерская служба уже подготовила чёрный список нерадивых водителей. Первыми попавшимися в этот список руководители компании сразу начали оправдываться. Однако, когда были предоставлены доказательства, пыл их остыл. Согласившись с недостатками, не начали отчёт о проделанной работе. График работы автобусов в вечернее время мы изменили. С 1 декабря наши автобусы будут ездить до позднего вечера. Сейчас транспортные компании поставили перед выбором. Или они займутся качественным обслуживанием, или попадут в чёрный список и закроются. Чем закончится эта история, покажет время. Продолжение следует...